14 жителей дома номер 2-19 на Корунковой после пожара переселили в гостиницы «Волга» и «Венец». За один вечер привычная жизнь этих ульяновцев кардинально изменилась. К примеру, в квартире Кузнецовых на восьмом этаже в день происшествия собрали гостей. Семья готовилась к празднику. И произошел взрыв первый. Мы сначала вообще ничего не поняли. Выглянули на балкон. Потом лежало от балкона на храм, вот это все стекло, все машины побитые. Потом через некоторое время сразу второй взрыв. Уже что-то паника началась. Я выглянул в подъезд, и там уже было все задымлено. То есть уже не выйти через подъезд. В считанные минуты дым заполнил квартиру. Стало нечем дышать. Все находящиеся в квартире, в том числе и племянница Алексея, девочка 4-х лет, оказались в тупике, на балконе. К счастью, всех удалось вовремя эвакуировать. Балкон, и там увидел, уже пожарные подъехали, уже лестницы начали давать. И вот окошко открыли, ребенка поставили на подоконник. Он ручками помахал, и нам вот тогда дали лестницу. И мы все потихонечку спустились по лестнице. Удалось спасти самое главное – человеческие жизни. Но решать проблемы семьи Кузнецовых, как и другим потерпевшим от пожара, придется еще долго. Сколько еще дней или месяцев вместо дома людям придется жить в гостинице – неизвестно. Пока заходить в квартиру можно только за вещами в определенные часы. Условия там оставляют желать лучшего. В ближайшее время квартиры должны посетить оценщики, чтобы оценить сумму ущерба. Пока пострадавшие получили выплаты по 150 тысяч рублей на семью. Будем надеяться, что необходимую помощь окажут в ближайшее время. Напомним, что трагедия в доме номер 2, дробь 19 на Корунковой, произошла 26 июля. В пожаре погибли три человека – двухлетний ребенок и его мама, а также пожилая женщина. После в реанимации скончался мужчина, в чьей квартире предположительно произошел взрыв.